друзья всем привет из батуми вот пушкина 98 меня просили снять выход балкона на чавчевадзе получается это дворик туда нужно заходить сейчас я попробую там детки гуляют во дворик такой ваш двор какой ваш дом эти окна или эти выход на чавчевадзе это вот в ту сторону получается ну вот во дворике здесь вот такой дворик такой деревянный может вот этот или этот и тут всем двором помогали хорошие такие люди спрашивают тоже фамилия имя я ж не знаю список записала себе кто что просил над записывать еще не всегда подписаны подписчики с именем фамилии поэтому вот так бывает в общем ушки на 98 проходит балкончики на пушкина кстати тоже пушкина 98 может здесь а это сейчас выйду в тот же самый двор из которого я сейчас ушла звучит תח как здесь вдруг это тот самый дом который месяц О, мне так нравится здесь. Ой, слушайте, а вдруг это действительно вот этот вот балкончик, который я сейчас снимала на видео? Так уютно. Цветочки выращивают люди. Как-то по-семейному всё здесь. Здорово. Этот дом, получается, Пушкино 98, стоит на перекрёстке улицы Пушкино. И так, а это у нас какая улица? Да, и Лука Асатьяне. Пушкино 98 и Лука Асатьяне. Вот сейчас такой дом. Здесь вот ресторан есть на первом этаже. А в ту сторону улица Чапчавадзе. Но местные жители сказали, что вот этих домов не было, да, и окна, да, выходили на Чапчавадзе. Сейчас, конечно, не видно ничего. Снимала видео про цены, магазины. И вот я попала в очень классный магазин под названием Назилбе. Вот сейчас мы его видим. Но интересно, что я даже его со второго раза нашла после того, как здесь побывала. И я думаю, интересно, вот я еле нашла. А как люди, которые видео смотрят, они, наверное, с трудом найдут этот магазин. Вот видите, адрес. Даже, знаете, порой в навигаторе очень сложно это найти. Я два раза ходила по навигатору, с третьего раза только поняла, где этот магазин находится. Несмотря на то, что я тут была. Вот. Поэтому он находится между улицей Лука Асатьяне. Сейчас поняла, что по названию в навигаторе, наверное, искать бесполезно. Потому что я сейчас шла по Чапчавадзе, и там с таким же названием Назилбе есть аптека. То есть, если вы так вобьёте в поиск, то вас, может быть, и в аптеку приведёт навигатор. Поэтому идите по моим, как сказать, следам. Сейчас я вам скажу точно. Вот между улицей Лука Асатьяне название улицы, на которой находится магазин, вот такое. Правильно. И здесь у нас две названия этой улицы. Сейчас посмотрим. Всё, наконец-то я поняла. Этот магазин находится между улицей Лука Асатьяне и Важа Пшавелла. Не заблудитесь. Идёте либо по Важа Пшавелла. Вот я иду по Важа Пшавелла, поворачиваю налево. А Лука Асатьяне направо. Всё, и там уже к горам ближе, конечно. Знаете, я вам так скажу. Это тот магазин, куда можно пешком как бы дойти с любой точки города. А есть точно такие же магазины, только они на окраинах города находятся. Куда на машине можно доехать. Но я вам попозже их засниму. Сейчас пока нет возможности. Вот кто-то справился. Скоро всего, а йогурт сколько стоит? Вот видите, какие здесь цены? 2,60, а большой 4,40. Такие. Это что? Воздушный творожок. Ларри 40 стоит? Ну, я снимаю, кто кушает такое. Там интересно будет. В общем, учитывая, где-то 10-10, 10-10. Вот сколько хлеб стоит? Один Ларри. Ларри 20. И здесь за 90 копеечек какие-то булки. Замороженные. Есть полуфабрикаты, конечно. Кто кушает, кто может здесь тоже себе прикупить что-то. Смотрите, сколько здесь бубликов, пряников. Это, кстати, Кировская область. Тут турецкие сыры. Грузинский сыр. Один килограмм, 12,90. Брынза. Как мы ее называем? Брынза, да? 9,90. Копченый сыр. 19. А, это сулугуни. 18,90. Давайте я вам покажу еще раз, сколько сахар стоит. 2 килограмма, 176 грамм, 5,50. А килограмм стоит 2,55. Так что вот реальная цена на сахар здесь. Видите, сколько гречка стоит? 5 лари килограмм. 744 грамма, 368. Здесь также есть бытовая химия. Порошок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Цена такая дешёвая вообще... Просто так лучше... Ничего особенного... Колготки... Бёдра... Пляжные коврики такие... Ну это скатёрки... Можно и на пляже... Я вам хотела чай показать... Смотрите, грузинский... Я уже вот такое пила... Купила себе... Очень классный зелёный чай... Вкусный... Здесь есть и чёрный... И... Это какой-то натуральный чай... В высокогорном районе Западной Грузии... Горный воздух... Влажный климат... Красная почва... Создают благоприятные условия... Для выращивания... В высококачественного чая... Так что... Вот этот чай хороший... Смотрите, есть ещё... Такой более крупный листовой... Ну стоит он уже 5,80... Ну вот удобно... Вот это вот... Отрывается... А здесь такая... Застёжка в общем... Ну и вообще здесь... Есть и такой чай обычный... Вот... Смотрите, какие цены... Видите... 2,20... Зелёный... 2,20... Вообще... Ну такой тоже есть... Более дорогой чай... Озер-чай здесь... Мой любимый тоже... Я люблю озер-чай... 3,50... 3,40... 4,65... Ну вот... Очень хороший чай... Вот этот... Не дешевле, чем везде... 4,30... Тукоринсал 4,90... Ну... Липтон 3,10... Ахмат 6,30... Сгущённое молоко... Цельное... Видите, сколько стоит? 5,20... Ну есть уже... Такие я уже снимала... Сейчас всё... 2,60... В общем... Сходила в магазин... Какую-то кошку встретила... Откупила ей... Еды... Не могу пройти не на кошки... Теперь... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы находимся на Чавчавадзе 117-115 в этом районе Смотрите, Лермонтова уже потихоньку асфортирует Уже заканчивают Видите, брусчатку поснимали, дальше продолжит Пока дождя нет, работает Брусчатку Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok